МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Огней так много золотых на улицах. А пусть будет Николаева, потому что я сегодня приехал в город пирсов, причалов и кораблей. Так что добро пожаловать. Всем привет! Это программа «Украина без денег» и меня зовут Ярослав Гула. А праздновать я не буду. 40-й выпуск нет. Поехали! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда я в октябре месяце приезжал в Николаев, чтобы попасть, собственно говоря, в Херсон, то также на вокзале шла стройка. Прошло два месяца, ну и ничего не поменялось. Точнее, что, меняется, модернизируется постепенно. Это большой все-таки плюс. Ну, а как я добирался в Николаев, и какие проводники, блин, подлюки, расскажу в транспорте. Ну, а пока я студент, и для меня есть скидки, буду кататься на поездах. Тем более до Николаева ехать одну ночь. Но вы, крутые выки, можете не экономить. Отдавайте по 300 гривен за билет на автобус. Ну, раз приветствие и транспорт записано, сейчас возьму одну из этих машин и поеду по локациям. Как многие подумают. Но на самом деле нет, пешком, пешком, пешком. Ведь это Украина без денег. Я сейчас чуть не рухнул. Местные жители мне, конечно, точнее, кто-то в Баштанке живет и в Первомайске, писали, говорили. Тут приедешь в Николаев, грязь найдешь, мусор найдешь, так что не расстраивайся, даже фотки специально мне скидывали. О, да. А это ужасная реальность. Иногда у людей даже нет совести. Да какое там донести? А курок до мусорки, это тяжело. Но меня удивило немного другое. В Николаеве очень много бездомных собак. После Белой Церкви я воспринимаю эту картинку с ужасом. В Белой Церкви живут разъяренные собаки. Не, я, конечно, животных люблю, но если те же самые собаки бегают целыми шайками, там, лошицы целые, как кобылы, могут напрыгнуть на ребенка, мне кажется, это не совсем-то и правильно. Ну а тем временем народ готовится к Новому Году. Кто-то бегает по рынкам, покупает шарики, фонарики, мишуру, игрушки, гирлянды, хла... Это халатаст. Дедуля, дурага, ложи обратно. Ложи, ложи. Добрый день, скажите, а по студенческим воздействует скидка? Нет, а сегодня в честь Николая никаких нет, да, льгот? Не, ну вот и что, вот самый лучший зоопарк в Украине и вход 50 гривен без права на скидку, даже студентам они не делают льготы, хотя, а, обязаны, не обязаны, неважно, я все равно туда не смогу попасть, потому что это программа Украина без денег, а не Украина, например, с полтышом. Украина с полтышом. Я бы не отказался бы от такого, но, увы. В течение всего года я пытался найти хотя бы хоть какую-нибудь маленькую лазеечку, не туда в забор, там камеры, там туда меня не пустят, там в пятикратном размере штраф, если заметят. А хотя бы какое-нибудь бесплатное посещение там, но даже на День Святого Николаев, такой праздник, который напрямую связан с названием города и в последующие дни никаких скидок, никаких бесплатных входов нет, только концерт в 12 часов дня. Но зато в интернете я нашел кучу милых роликов, которые посвящены Николаевскому зоопарку, и ради этого даже не жалко отдать те 50 гривен, потому что зверьки заслуживают внимания как детей, так и взрослых. Субтитры создавал DimaTorzok Все сегодня грустят. Все сегодня грустят не потому что, да потому что, блин, снег, когда выпадет снег, 20 декабря, вы слышите или нет, да никто меня не слышит, потому что в конце концов скоро через несколько лет наши дети будут смотреть в учебник по истории и говорить, папа, это что такое белое, я буду говорить, это ребенок снег, это снег, это снег, это такое было, выпадало, ничего страшного, больше ты его никогда в жизни не увидишь. Поэтому проблема экологическая, климатическая, катастрофа для нашей страны особенно важна. И вот она ездит, загрязняет большой-большой город Николаев, в котором проживает полмиллиона человек, ну почти там, чуть-чуть, не хватает, скоро будут, скоро приедут, надеюсь. То есть, да, мы все равно все грустят, потому что хочется снега. Вот, вот. Идем. Так, значит, открываем дверь и попадаем в кафедральный собор Божьей Матери. Тут находится главная святыня, которую почитали жители Таврической губернии во времена Крымской войны. Так и не подумаешь, что 50 лет назад тут коммунисты проводили клубные собрания. Добро пожаловать на улицу Садовую. Вот, так бы сказал, типичный экскурсовод для типичного туриста, который приехал сюда посмотреть этот город и узнать, увидеть его таким, какой он есть на самом деле. Понятное дело, что зимой он выглядит, может быть, не так эффектно, как весной фонтаны не работают, птички не поют и так дальше. Но, во всяком случае, Николаев, этот город носит свое название, потому что, вот, в честь святого Николая, так его и назвали. Ведь когда-то русские победили турков возле Очакова, и это событие произошло на День покровителей всех моряков. Поэтому люди долго не думали, и Ингульская верфь превратилась в Николаев. Но надо продолжать этот неоплачиваемый труд для Ютьюба. Так вот, я пришел в парк под названием Сердце Николаева. Он имеет вид пятиугольной звезды. Если с космоса, ну, не с космоса, а как птичка летит, посмотреть с такой высоты, то вы это 100% увидите. Ну, а это сердце бьется уже 226 лет. Историки говорят, что побережье Черного моря было заселено племенами, которые выращивали хлеб и пасли домашних животных. Но освоение этих земель приходится на 18 век, когда российская армия добивалась выхода к Черному морю. Череда многолетних войн привела к тому, что турки проиграли. А тем временем начинается строительство флота. И чуть позже Николаев займет ключевую роль в истории страны. Скажите, пожалуйста, как до флотского бульвара дойти? Кого? Флотский бульвар, это куда? Флотский бульвар. Это вот прямо, прямо, прямо. Пам-барам-бам-бам-бам-бам-бам. Вот еще одна локация. Флотский бульвар. Это место любят местные жители. Приходят сюда с детьми, кофе пьют, развлекаются, отдыхают. Если бы у бы снега, они бы даже визжали бы из горки вот сюда, ехали бы вниз. Отличное место, отличная идея. И вроде бы путешествуешь, смотришь. Одно и то же, одно и то же типичность соблюдается. Ну, яхты, речка, что-то там суда строится, кораблики плывут и машины ездят. Это просто, понимаете, я не понимаю, что со мной происходит. Я не осознаю, что я в Николаеве. Это все приходит со временем. То, что я был. И, к сожалению, я не успеваю ценить те моменты, которые мне дарит судьба для того, чтобы насладиться каким-то городом. Я бегаю, я куда-то бешено заведенная собака по городу, чтобы скорее всего посмотреть, отснять и выпустить материал. Я знаю, куда иду. Туда нужны деньги. И сейчас буду хитрить. Прошел семестр, учебники тетрадки пора выкидать. Сколько стоит килограмм макулатуры сейчас? 2,80. Ну, уже второе, мы не ели 2,80. Это весит 2,5 килограмма. Выкрутился, Новый год, хочу в музей, сразу что ли ехал, ахаха. Когда я зашел в музей, ситуация была такая. Ну вот, смотрите. Я чуть позже объясню, почему так сказал. Я знаю, кому бы это понравилось. Моему отцу. Он у меня моряк. Николаев знаменит тем, что тут строятся большие и маленькие корабли. Этот музей является историей судостроения нашей страны. И, казалось бы, все начиналось с Петра I, позже построили Черноморский флот, потом Отечественная мировая война. Но все это частичка жизни николаевского моряка. За 6 гривен очень много зала. Очень много. Я вот сейчас как-то иду, и у меня такой осадок после посещения этого музея. Я просто не понимаю, как так можно не уважать своих посетителей. Впустить как мышей в лабиринт, чтобы походили, за ними выключать свет, чтобы скорее закрыться на ключи и хихикать, хихикать, хихикать. Женщины абсолютно не проявили ни интереса ни ко мне, ни к тем людям, которые приехали, по-моему, из Шепетовки. В Николаев, в музей. Увы, к сожалению, но это не совсем приветливо. Ну что, а теперь наступает момент истины. Я оцениваю Николаев по 5 критериям. Поехали. И первый транспорт. Дорога из Киева до города Корабелл – это от 8 до 10 часов вашего драгоценного времени. Прямое сообщение есть, поэтому смелее покупайте билеты и отправляйтесь на поиски приключений. Пятерка. Достопримечательности. Город очень большой и туристу есть где пофоткаться. Профильные музеи, памятники на флотском бульваре, зоопарк с мишками и енотами. Главное, что там живут еноты. Поэтому пятерка. Ваше сиятельство – чистота. Сейчас показываю кадры, которые не вошли в основной монтаж. Некоторые районы города очень грязные, а вот центр чистый. Смотрите сами. Пока безденежный турист пройдет путь от вокзала до Адмиральской, ему покажется, что Николаев нуждается в генеральном субботнике. Честно, я не знаю, что я делаю такого плохого людям, чем я им там укоряю, чем я им там мешаю. Но многие думают, что я такой вот негативный видеоблогер, который приезжает, показывает всю грязь на улицах. И потом кому-то становится стыдно, и как будто я делаю упрек именно тому человеку, который сидит перед монитором. Но я хочу помогать не указами. Вот тут вот уберите, тут поставлю вам два, возможно что-то изменится. Будем помогать делам. Увы, конечно, но двойка. Приветливость. Люди мне помогали находить нужные объекты. Это, конечно, хорошо. Но вот работники музея судостроения как-то плевательски отнеслись к посетителям. Хотя я пришел за 40 минут до закрытия, и ни один человек не уделил ни то чтобы внимания, им было все равно. Заплатили, посмотрели, до свидания. Видите ли, я кому-то помешал уйти пораньше с работы. Четыре. Пятый критерий. Сфера услуг. Приятно, что в промышленном городе есть указатели. Фонари ночью светили хорошо, и я благополучно вернулся на вокзал. Рестораны, гостиницы есть. Дороги местами побиты, и просят, конечно, мэра, ну пожалуйста, скорее ты нас почини. Но все-таки о туристе позаботились. Пятерка. Бонусы. К сожалению, шкала наполнилась только на 50%. Это покажется странным, но количество бездомных собак в мегаполисе превышает допустимые нормы. Считаю, что зверьков нужно кормить, любить и держать в приютах. Но все-таки минус одна десятая. И поэтому средний балл для Николаева 4,1. Если сейчас сядет солнце, я попрощаться просто-напросто не успею, поэтому говорю. Всем Ауфи Дерзейна. Я вас всех очень-очень люблю. И знаете, чего хочу пожелать? Цените, уважайте, уделяйте больше времени своим близким и родным. Потому что, например, в этом году я маме, папе, может бабушкам, знакомым сказал очень мало теплых и добрых слов. Был занят на съемках, на монтажах. Об этом очень жалею. И иногда даже своим любимым подписчикам не вовремя-то отвечал. Новый год, это же так прекрасно. Все сходят с ума. Все сходят с ума. Все сходят с ума.